Разработка сборки ПК за 7075 тысяч рублей, к сожалению, затянулась. Изначально там планировался седьмой Ryzen 2700X плюс 2070. Но чуть позже появился обновленный тьюринг в виде Super RTX видеокарты, 2070 сильно потеряла актуальность. А потом AMD-шные Na'Vi вышли в продажу по сниженной стоимости, а также Ryzen 3-го поколения поступили в продажу. Так что пришлось все по новой собирать. И думаю, такой вариант игрового компьютера 2019 года вам придется по духу. Общий бюджет нашей сборки составит 1000 евро. И лишь половину из них можно будет потратить на компьютер-юниверсия, дабы все доехало по беспошлиному ввозу. За основу берем пятый Ryzen 3600 в коробочном, в варианте стоимость которого составляет 175 евро. Далее блок питания, и это будет Seasonic S12 на 620 ватт. За свои, грубо говоря, 50 евро это лучший вариант. Далее материнская плата, и тут хотелось бы все-таки взять X570 чипсет, дабы в дальнейшем имелась возможность перейти на 12 или 16 ядерник. Короче говоря, с расчетом под апгрейд. Прям супер вариантом становится MSI MPG X570 Gaming Plus. Ее стоимость составляет 156 евро, хоть и при желании можно было бы взять более дешевую MSI X570 A Pro. Тут уже все зависит от вас и от наличия в магазинах. Далее остается совсем небольшой запас бюджета на комп-юниверс, поэтому лично я рекомендую взять оттуда M.2 SSD на 500 гигов. Samsung 970 EVO Plus. Здесь и скорость по 3,5 гига, и в целом приемлемый ценник, чтобы по общей сумме оставалось немного запаса на доставку. Остальные комплектующие выбираем в магазине CityLink, а все потому, что у них раньше всех появились RX 5700 и 5700 XT. Нам потребуется младшая модель, которую за 30 890 рублей можно купить в REF-варианте от Sapphire. По производительности мы получим видеокарту на уровне 2060 Super, а местами даже лучше, при том зеленое решение стоит в среднем 1000 на 4 дороже. Хотя если вам нравятся видеокарты Nvidia, можно покупать и 2060 Super. Что то и что то и видеокарты хватит с запасом и под Full HD, и даже под Quad HD. Следом берем две планки обычного зеленого Samsung на 2666 МГц, что обходится в 5500 рублей, и в виде корпуса вполне подойдет Zalman ZM-T6. Он стоит 1700 рублей, и в итоге, без учета доставки с Comp Universe мы получаем компьютер ровно за 72 тысячи рублей. Что как раз таки аналогично штуке евро, однако за доставку с Comp Universe придется отдать еще пару-тройку тысяч рублей. Но я думаю, это того стоит, и в таком случае сборку можно округлить до 75 тысяч рублей, причем в итоге мы получим актуальную X570 платформу, где в случае чего можно проапгрейдиться до 8, 12 или даже 16 ядерника, хотя и нашего 3600 вполне себе хватит на сегодняшний день, плюс с достаточно мощной видеокартой и крутым блоком питания, которого также хватит, даже если вы поменяете проц. Интересно, что вы думаете по поводу данной сборки? Пишите свои мысли в комментариях, предлагайте другие варианты на другие бюджеты. Спасибо всем за просмотр, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, вступайте в мою группу ВКонтакте, ссылочка на которую есть в описании. Удачи и до новых встреч!